доброго ранку мои хлопцы идти на украинском поздоровалась аж спасибо гуглу я к сожалению никогда не была на украине но я знаю что мне очень много зрителей оттуда передаю вам всем огромный привет и сегодня мы будем обозревать ваши блюда которые я просто обожаю так по секрету вам скажу это борщ со свеклой здесь мама наложила конечно очень много я люблю сама накладывать люблю когда больше вот этой вот водички бульона так скажем а мама приготовила так много что уже девать некуда вот и вместо у нас сало просто колбаса потому что сало вроде как готовится и свинина обычная я пробую не впервые мне кажется это коронное блюдо украина здесь в азербайджане вроде больше особо не готовят здесь есть свои национальные какие-то блюда но мне очень нравится мне прям обожаю ой 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 такой наваристый получился прям много здесь его как ваши дела мои хорошие сегодня это уже третье видео по плану должно быть так стараюсь работаю а тут скучно знаете просто сидеть дома нифига не делать еще кстати мои хорошие вчера в инстаграме обнаружила проблем возможно вы тоже сталкивались напишите пожалуйста в комментариях я не могу подписаться на маму нажали еще на одну свою знакомую просто потому что у меня какая-то проблема с инстаграмом то есть получается я подписываюсь через полчаса я вижу что я отписана мама тот день мне говорит причем у этого пользователя тоже самое мама говорит я постоянно тебя подписываюсь но тебя нет у меня в ленте я маме говорю на такого не может быть она мне уже несколько раз об этом говорила я каждый раз беру подписываю ее на себя и сама на нее а потом вижу что подписках нету вообще инстаграм конечно нет особо никакой техподдержки куда можно написать а столько людей сидят в инстаграме мне кажется скоро инстаграм просто выйдет из моды и никто туда даже заходить не будет как контакт инстаграм просто заменит на тикток инстаграм хорошо устроился знаете никому ни за что не платит постоянно там реклама чуть что у кого случилось хрен допишешься до них мне лично гораздо интереснее в тиктоке чем в инстаграме уже замечаю что некоторые магазины переходят на платформу тикток как то видео мне ближе чем фотография и столько мяса вот так вот я не люблю я сейчас не люблю когда настолько много начинки извиняюсь моя хорошая я сгоняла за хлебом потому что без хлеба было не то еще немного долила себе как раз таки бульона это без бульона просто начинка мама просто смела всю капусту и свеклу которая была в кастрюле и сделала мне такую порцию у нас всегда с братом была конкуренция кто выпьет весь бульон в конце естественно выигрывал брат брал шланг и выпивал все мне оставалось вот кушать капусту с мясом очередной раз убеждаюсь что к чему мы привыкли кушать то нам кажется и вкусным а я смотрю видео одной девушки она живет в африке она живет в африке слежу за ее жизнью в общем она там показывала как она предложила афроамериканке покушать больше и по выражению ее лица было видно что ей не понравилось а мы с вами не можем представить как можно кушать их еду все зависит от привычки так я приготовила один интересный вопрос вопрос задает кристина айка веришь ли ты в паранормальные явления и вообще в битву экстрасенсов как ты думаешь это все существует или просто выдумки нашего телевидения я недавно смотрела интервью сафронова и он там ясно и внятно говорит о том что экстрасенсов на самом деле нет сафронова уволили из-за того что он взял деньги ну проще говоря взятку за то чтобы человек был в полуфинале или в финале получается что экстрасенс я не знаю как ее зовут она заплатила полтора миллиона миллион шестьсот даже и в конце не оказалось в финале и после этого после этого она вывела его на чистую воду там в ютубе создала канал вроде как показала переписки где сафронов ей кидает намеки что будет в следующем испытании и на интервью сафронов ясно и внятно говорит о том что то есть экстрасенсов нету понятное дело что он не может прям в открытую сказать что это все обман не верьте они тоже там подписывают что-то а не разглашение то есть вот захотелось ему рассказать взял он и рассказал такого нету но он почти так и сказал что экстрасенсов нету и вот мне просто интересно почему государство почему специальные органы не заинтересовались до сих пор что людей то потом обманывают эти экстрасенсы они сначала становятся там популярными все начинают верить а потом бедные люди которые на последних стадиях какого-то заболевания верят шарлатанам люди отдают последние деньги столько экстрасенсы обманывают людей а тут Сафронов обманул экстрасенса но мне кажется ничего страшного в этом нету не всегда же им обманывать пусть они тоже будут в той шкуре людей которых они постоянно обманывают так кому интересно интервью там алене блин мне вот нравится алена блин есть еще один проект пушка ну там вообще знаете дети сплошные гости какие-то неинтересно мне лично больше нравится гости у алена блин взрослые взрослые сформировавшиеся которые уже что-то в жизни добились на пушке столько гостей я понятия не имею кто это первый раз вижу ну возможно у пушки там бюджет ограничен в общем не об этом суть в том что столько лет на федеральном канале показывают эту битву экстрасенсов почему специальные органы правоохранительные до сих пор не заинтересовались этим проектом хоть раз проверили бы действительно ли эти люди экстрасенсы там же такие испытания в конверте фотография а он должен рассказать всю судьбу этого человека казалось бы проверить очень легко для этого всего лишь нужен один конверт одна фотография подойди к экстрасенсу проверь я конечно понимаю что на этом делаются крупные деньги но я лет пять семь назад знаете как ненормально осмотрела эту битву и мечтала найти этих экстрасенсов я человеку у которого особо проблем то нету а вы представьте сколько денег отстегивали люди у которых глобальные проблемы в жизни кого ты бросил мужчинам отчаянная женщина продаст все любящая действительно женщина сделает так чтобы типа вернуть приворот от ворот вышла передача не помню как называется давно она вышла и там в общем разоблачение всех этих экстрасенсов естественно не то что уже никто не верит просто как-то уважение к каналу ТНТ просто падает но у меня лично упало я вообще больше не смотрю ТНТ вообще не смотрю телевизор почему эти экстрасенсы все суперспособные никто не предвещал беду этот коронавирус пандемию эпидемию почему никто не увидел моя бабушка говорит что если человек хочет увидеть свое будущее это большой грех если человек обманывает другого на этом зарабатывать деньги типа я посмотрю на твое будущее это тоже огромный грех сейчас кто-то скажет вот битвы экстрасенсов когда мистер икс была Ольга Бузова экстрасенсы же сказали что они расстанутся с давой но вы знаете с давой было очень много и так и так понятно пол ютуба пол соц сетей все говорили что они расстанутся для этого экстрасенсом быть не нужно было для этого для этого быть ясновидящим для этого быть ясновидящим как мой твикс очень коротко и ясно я я поняла что этих экстрасенсов нет мне просто знаете немножко удивительно от Сафронова он так в открытую говорит что экстрасенсов то и нет как будто 10 лет это шоу ввел не он а кто-то другой за него сейчас типа оклеветали его то есть он типа эти деньги взял в этой участнице за то что проходил ей курсы актерского мастерства кто-то слышал что Сафронов индивидуально проводит курсы актерского мастерства и за эти курсы берет полтора миллиона там же документы что она перевела столько-то денег вы мои хорошие не тратьте свои деньги попусы на этом все мои хорошие было очень вкусно делать вывод вам решать вам стоит ли верить во все это или нет ну просто факты говорят сами за себя всех люблю целую спасибо что досмотрели это видео до конца всем пока